Меня зовут Эльдар. Можете обращаться так. Давайте, может быть, расскажите немножко о том, играете, играли вы давно уже, какая у вас вообще практика? Я полтора года сам играю, сам занимаюсь. В каком стиле играю? Я даже не знаю, ну как, ну песни я не пою. А так играю, ну вообще нравится, ну фингерстайл, там какая-нибудь, может, классическая музыка. Ну я прям полтора года вот именно прям очень усердно занимаюсь по каким-то урокам в ютубе. Ну стараюсь вообще, мне нравится классика и фингерстайл. Просто играю, какие-то упражнения знаю на ютубе, какие-то уроки нахожу. Ну как-то вот так вот, все незамысловато. Да, я играю, я в основном играю классическую, ападемическую музыку. То есть, ну вот честно вам скажу, я пока не уверена, смогу ли я вам помочь с фингерстайлом. То есть, объяснить какие-то определенные базовые приемы игры, да, это я могу спокойно. Но если вы говорите, что вас интересует и классика, то вот с этим, да, вообще абсолютно буду рада вам помочь. Потому что классику я люблю всем сердцем, вот, поэтому да, с этим с удовольствием. Прекрасно. Но если, да, если вас заинтересует именно прям фингерстайл профессионально, то, наверное, лучше искать специалистов. Вот если хотите, могу вам что-то сыграть, чтобы вы действительно убедились, что я играю. Да, ну я не к тому, что убедиться, что, что же это. Вы же написали в объявлении, что вы 14 лет играете, я думаю, тут даже убеждаться-то не в чем. Просто послушать музыку красиво. Хорошо. Я сыграю вам сейчас произведение, ну, начало, фрагмент произведения «Искушение Ренессанса». Написано это композитором по имени Штефан Рак. Музыка написана где-то в 1985 году, но это стилизация под музыку средневековья. То есть, такое вот современное подражание, так скажем. Сыграю буквально фрагмент, потому что она длинная очень. Сыграю буквально фрагмент. Друзья, всем привет. Чтобы не было много плохих комментариев, я сразу скажу, что этот ролик уже был на канале. Просуществовал он всего лишь два дня, после чего YouTube его безжалостно удалил по жалобе одного из преподавателей. Конечно же, в этом ролике этого преподавателя уже не будет. Просмотров там было немного, поэтому я решил выложить вам этот ролик. Еще одна причина, по которой я решил выложить этот ролик, это то, что я готовлю сейчас новый выпуск Чат Рулетки. Но чуть-чуть не успеваю. Праздники, там, сами понимаете. Как мне кажется, выпуск Чат Рулетки будет очень крутой. Там я буду в образе. А вот в каком именно я хочу, чтобы вы угадали в комментариях. Комментарии людей, которые догадаются, в каком образе я буду в Чат Рулетке в следующем выпуске, я обязательно укажу в виде скриншота в своем ролике. Дам подсказку, эта профессия нелегкая. Еще одно небольшое объявление, на YouTube я сделал спонсорство. Грубо говоря, это подписка, за которую вы получаете некоторые плюшки с моей стороны. Конечно, это исключительно для тех людей, которые хотят меня поддержать. Я ни в коем случае не настаиваю. Но знаю, что есть люди, которые просили меня это сделать. Собственно, это для вас. Ссылка на спонсорство будет в описании. А можете что-нибудь сыграть? Простите, что я так нагло... Ничего, так придумать бы что-нибудь. Я знаю, для гитариста это очень сложно. Когда просит что-нибудь сыграть, он сразу такой, о господи, а что сыграть-то? Да, да, да. Так, так, так. Ну, давайте элементарно к теме осени. Не знаю, ДДТ, например, первый куплет, мы сыграем, в принципе, стандартный бой. Что такое осень? Это небо, Мочущее небо под ногами. В лужах разлетаются Птицы с собаками. Осень, я напью с тобою небы. Голос красивый, так уверенно играете. Не, ну классно, классно. А я в основном, знаете, какие-то упражнения нахожу в интернете, вот упражнение вот такое, вот, например, просто по грифу. Хорошо. Ну, в общем, и так обратно. Еще из упражнений... Ну, такое. Здорово. Вот. Из композиции, что могу сыграть из композиции? А, вот, вчера там у бабушки юбилей был, мы там, ну, собирались как раз, все, как обычно это бывает, знаете, там, сыграй что-нибудь, сыграй. Да-да-да. В общем, мы все вместе там собрали. Ну, семья, в общем, наша сидит за столом, семья. Вот. Ну, я... Попросили что-то сыграть, вот, я сыграл. Это бабушка, бабушка, правда, не поняла, но сейчас. Ага. 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 Ну, здорово, очень супер. Круто играете, молодцы. А вы знаете, я в основном играю упражнения, которые нахожу, вот. Ну, там, то есть, от простых каких-то, которые, как мне кажется, там, простые, наподобие. Можно. Ну, да, прям так рука побаливает. Вот. Ну, единственное, что там для правой руки я мало знаю упражнений, вот. А играю, не знаю, то есть, я знаю какие-то стандартные базовые аккорды. даже баррэ вот получается. Вот. А что еще нужно? Посмотрите, все, что вы считаете нужным показать, еще что-то, может быть, играли, какие-то, может быть, небольшие композиции. Вы говорили, что вы по урокам в YouTube играете. А, да. Ну, опять же, это же фингерстайл композиции. Вот. Из не фингерстайл композиций я, например, знаю... Субтитры создавал DimaTorzok вceğim Alleghen Катень Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Серьезно, занимаетесь полтора года. Полтора года? Это очень классно для полутора лет. Это прям очень классно для полутора лет, серьезно. Это очень-очень даже хороший уровень. Вот с этой преподавательницей у меня урок провести не получилось, потому что она узнала, кто я, и в целом у нас завязался достаточно интересный диалог, обязательно к просмотру. Меня зовут Алё. Как я к вам могу обращаться? Ильдар, очень приятно. Да, мне тоже очень приятно. Рада познакомиться. Тоже рада очень познакомиться. Да, ну давайте, собственно, собирайте, покажите, да, мастер-класс. Так, сыграть что умею, что могу. Ну, здорово. Я тоже так когда-нибудь, надеюсь, научусь, да? Что научите меня, да? А я? Да, конечно. Да, ну вы же знали, что я знаю. Про счет. Насчет чего? Да, да, вы как думаете? Какие есть предположения? А как вы, откуда вы узнали, что я снимаю ролик? Скажите, пожалуйста. Да, ну я вам сразу написала, да? Надеюсь, вы не будете снимать никакой ролик. Самое первое сообщение, на самом деле. Ну, просто, на самом деле, не знаю, меня уже так разыгрывали один раз, и как-то уже после этого, знаете, там к каждому человеку уже так, как-то начинаю думать, так, что если это пранк? А тут, собственно, знаете, в чем ваша такая, не знаю, ошибка? В том, что вы просто, знаете, играю год, знаю, пару аккордов, пару переборов, это сразу уже наводит на мусс, что как-то что-то тут очень странное. И вот когда еще не говорят цель, какая цель обучения, всегда у человека, который действительно хочет научиться играть, он сразу пишет, я вот хочу вот это вот научиться играть. И уже там четко с ним дальше уже строим. А вот так вот на половину вопросов не отвечаете, так как-то. Я думаю, ну, ну, наверное, хорошо. Потом еще очень у вас, у вас миг палевный в этом самом, в скайпе. Вы еще этот, скинули, да, свой логин? Я думаю, так, ладно, ну, на ютубе набрала, там, кто сейчас что снимает, я давно не смотрела такое. Да, чувствую, так, думаю, ну, ладно, хорошо. Ну, вы меня раскусили. Ну, я даже не знаю, что... Зачем тогда вы согласились? Да, ну, я, во-первых, думала, что... Я извиняюсь, я перебью. У меня на самом деле не было цели кривляться, говорить о том, что я не умею играть на гитаре. У меня суть ролика такая, что я играть на гитаре умею, и я это сразу открыто говорю, что я играть умею, я показываю свой уровень. Понятное дело, не максимально, не сразу максимально. У меня не было цели говорить о том, что я играть не умею. Я, наоборот, говорю, что я играю, я умею играть, и вот, наоборот, дальше пытаюсь выбить из вас что-нибудь интересное. Вот, может быть, наоборот, вы бы мне, наоборот, сыграли бы, потому что очень сильно подписчики любят, когда сами преподаватели играют. У меня был где-то по 1% того, что это, может быть, просто действительно человек, который даже про YouTube не слышал, а я ему там сразу пишу, да, надеюсь, вы не будете снимать. Думаю, ну, блин, как-то я там это что-то... Может быть, да, действительно человек какого-то, который действительно начинает играть. Ну, собственно, мало ли что. Бывает всякое. А вот у меня нет никаких знакомых, которые как бы играют, играли бы как-то на гитаре, да. И уж раз такое, могли бы вы подсветить на пару вопросов по технике. Раз уж такое дело. Прям буквально. Знаете, такой вот один простой вопрос. Вот струны, да, они скрипят сильно. Вообще с этим как-то можно справиться, я не знаю, потому что они, ну, как это... Что это, от материала зависит или что? Ну, вот у меня, да, нейлоновые струны, вот это, естественно, металлическая оплетка, да. Это, ну, понятно, что скрипит именно оплетка. Я думала, струны старые, поменяла их. Нет, собственно. Есть какие-то, может быть, способы. Как от этого избавляться, от скрипения струн? Да. Никак, это же физическое свойство гитары и вообще любого другого элемента, что ты почему-нибудь проведёшь, будь то микрофон, будь то, я не знаю, те же самые струны дека. То есть, они издают скрип, это обязательно. Единственное, что надо делать, просто когда переставляешь позиции, чтобы вместо вот этого было... То есть, ну... Ну, это приподнимает. Да, просто приподнимает. Ну, а никак. Да, просто я замечаю, у кого-то сильнее, у кого-то меньше. Тоже, не знаю, может быть, от скрун тоже как-то. Да, спасибо. Да, ещё можно один вопрос, раз уж такое дело? Да, спасибо большое. Уже вот как... Ну, вот фингерстайл, я сама осваиваю, как вот, сообсоумительно так вот. Недавно, да, музыкальная школа, там, ученик, игрались какие-то мелодии, конечно, но всё так. Потом я сама уже дальше осваиваю. И, собственно, такой момент, этот... Который звук, который имитирует этот рабочий барабан. Как играть одновременно? Вот этот вот, да? Как вот... Как играть одновременно его с нотами? То есть, рабочий плюс но... Получается, чтобы вот и задевать остальные все вообще струны. А-а-а, я понял о чём. То есть, вот, грубо говоря, вот в... Два способа. Первый способ, это... Скажем так, простой. Это, вот, предположим, без щелчка. То есть, вот просто... И к этому добавлять щелчок. То есть, вот он. Стараемся задеть пальцами либо одним, либо двумя пальцами первую-вторую струну. И в данном случае, здесь нужно первую-вторую задевать. И в этот момент есть другой способ, там, второй, более сложный, делать вот так вот. То есть, здесь мы просто, как обычно, дёргая пальцы, струну пальцами, но при этом... Всё, то есть, тут два варианта. Первый, второй, первый, второй. Всё, больше ничего. Это надо просто репетировать, и всё. Если эти ноты, они, например, в середине, то есть, например, щелчок на шестой, и где-то там вот четвёртая-пятая играет, а вот эти вот не должны звучать. Что, в каком случае, да, ты думаешь? Вот, собственно, для этого и нужна вот эта вот штука. То есть, я дёргаю сейчас третью струну, и тот же самый щелчок. Ну, вот. Угу, спасибо. Вот, ну, в принципе, так, если будете, да, вот дальше искать, так вот вы всё-таки как-то больше, как в переписке, как-то покосите, так сказать, больше под начинающего, под человека, который действительно хочет научиться, потому что так вот сразу видно, что что-то тут как-то вот, что-то не то. Единственное, что хочу сказать, я так понимаю, ты же всё-таки преподаёшь, вот, поэтому хочу сказать, что все эти розыгрыши, они не несут, они, у них нет задачи обидеть преподавателя, у них нет задачи как-то оскорбить, задеть чувства, они исключительно для развлекательного характера, для развлекательного контента. Если ты зайдёшь, посмотришь комментарии, даже у меня под роликами, в основном, в основном все подписчики, они положительно отзываются о работе преподавателей. Никто и ни в коем случае не обижает, не оскорбляет преподавателей. Это, я так скажу, от лица всех людей, которые снимали, снимают и ещё будут снимать, наверное, пранки над преподавателями. Да, нет, я вообще как бы к этому вообще никакого негатива нету, то есть просто, ну да, я в принципе знала, что я смотрела какие-то ролики, когда-то только началось всё там, полтора года назад этот, да, Акстар, когда всё это начал, да, собственно, снимать, положил начало, ну я тоже какие-то эти смотрел, такие вот... Ну весело же, ну правда, ну забавно же, забавно смотреть. Конечно, всё растянулось очень надолго, сколько лет ещё будут, так, десятилетий сколько будут снимать. Недолго. Да, может быть, да. Алёна, спасибо тебе большое за столь приятный разговор. Спасибо большое. Тебе спасибо, очень круто пообщались, прямо взбодрился я так на самом деле. Если вдруг что-то надо, кстати говоря, пиши. Хорошо. Спасибо. Даже в скайп пиши, в чём-то помочь, ради бога, я даже готов ответить на звонок, как-то показать, какие-то скинуть ноты. То есть всё, что нужно, я помогу. Спасибо большое. Да не же что, играй на гитаре, главное. Пока-пока, спасибо большое тебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова